Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ревность друзей, это нормально? Очень ревную и думаю всегда, что мне готовят заговоры. Дайте совет, как избавиться от паранойи. Это связано с прошлым, меня много раз предавали. На этой почве думаю, как доверять дальше. Ну что ж, здесь у нас несколько элементов. Во-первых, паранойя является психическим заболеванием. Вам, если у вас есть подозрение на нее, необходимо диагностировать паранойю или, соответственно, получить подтверждение того, что паранойи у вас нет. Дело в том, что существуют паранойки и существуют параноидальные личности. Так вот, в этом есть довольно большая разница. Дело в том, что паранойность является скорее вариантом нормы. Именно параноидность. То есть параноид. Это нормально. Есть люди, которые, ну вот, просто вот они... Ну, как-то вот насторожены, да, и у них так вот работают нервные системы, что они более как-то замечают, да, какие-то вещи, связанные, например, с предательством, больше не могут людям доверять и так далее. То есть это, в принципе, является вариантом нормы и, как бы, ну, может быть, конечно же... Это может быть подвержено психотерапии. Вот. Но, тем не менее, медикаментозного лечения, да, это не требует. Это первое. Если у вас именно, именно что паранойя, то в таком случае вам требуется медицинское лечение. Вот. Вам требуются, возможно, какие-то препараты, которые вам назначит врач. Врач-психиатр. Вот. И уже тогда, после назначения препаратов, за препаратов, соответственно, можно будет перейти к психотерапии. Вот. Следующий момент. Это предательство. Вообще говоря, надо сказать, что предательство штука неприятная для всех. Не только, знаете, для вас. То есть, предательство нельзя назвать приятным. Вот. Когда человек оказывается в этом состоянии. Так или иначе, мы испытываем в этом состоянии боль. Так или иначе, мы испытываем в этом состоянии определенные негативные эмоции. И, соответственно, ну, словно говоря, страдают. И это нормально. Мне кажется, что если вы дяготеете к прошлому, то вы не прожили свои чувства, связанные с предательством. Боль, обиды, злость. Вот. И, соответственно, вы не можете изменить отношение к этому. Вот. Вы не можете изменить отношение к данной истории, потому что вот чувства, они дают о себе знать. И чувства, они будут, чувства, они будут давать о себе знать до тех пор, пока вы их не проживете. Какие у вас чувства относительно предательства? Что это за чувства относительно предательства? Это разочарование, это боль, это вот как-то, ну, как-то, как-то характеризует вас. Это мотивирует вас сталкиваться с чем-то неприятным в вашей реальности, скажем так. Так, да? Попробуйте, пожалуйста, на этот вопрос себе ответить. Это важно. Кроме того, в предательстве есть история про надежды, ожидания от людей. Которые вы, в общем и целом, как бы накладываете на них. То есть вы накладываете на людей определенные ожидания. Которые, которые не оправдываются, если вам становится как-то вот больно. Соответственно, необходимо в данном случае работать с вашими ожиданиями, чтобы они как-то, ну, вот, были адекватными. Чтобы они были соответствующими реальности и не выводили вас за ее пределы. Само собой, ожидания возникают не просто так. Само собой, что ожидания появляются в результате определенных желаний. Ответственность, за которые вы возлагаете на других людей. Понимаете, да? То есть вы чего-то хотите, условно говоря. Например, вы хотите, там, чувствовать себя более значимым. Вы хотите чувствовать себя, например, более важным. Вы хотите, там, допустим, не знаю, самоутверждение вы хотите. Вот. Не так важно на самом деле, чего вы хотите. Но важно, что вот какие-то желания у вас есть. И ответственность за это прикладывается на другого человека. Просто, просто прикладывается в данном случае ответственность. И все. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, Ситуация здесь, она заключается в том, ну, важность ситуации заключается в том, что вам нужно увидеть, чего же вы хотите. Вам нужно увидеть, какие желания у вас, вот, оказываются вовлеченными в этот процесс. В процесс ожиданий. И быть более деликатным с ними. Более внимательным к ним. Не ставить в какой-то степени в зависимость от людей. А именно это вы на данном этапе делаете. Вот. На данном этапе именно этим вы занимаетесь. Вы ставите свои ожидания в, ну, вот, зависимость от того, как человек будет себя вести. Что касается доверия, то здесь история, на мой взгляд, заключается в следующем. В доверии вы опираетесь на другого человека. То есть, ну, вы говорите, вот, я могу, например, говорить о вы, тебе доверять. Вот тебе могу тебе доверять. Потому что ты делаешь то-то, то-то, для меня, к примеру. Но здесь нет истории о том, например, что вы сами хотели бы делать для человека, что вы сами хотите или не хотите делать для человека. Вот здесь есть серьезная проблема. Заключается эта серьезная проблема в том, что вы становитесь несвободны с человеком, вот, вы становитесь несвободным с человеком, когда опираетесь, вот условно говоря, на него. Вместо того, чтобы опираться на себя. Вот. Я бы так, на самом деле, вам здесь сказал. То-то, вы не слышите себя. Чем сильнее вы не слышите себя, чем сильнее вы слышите другого Чем сильнее вы от него зависите, тем легче ему вас предать. У другого человека есть свои дела, у другого человека есть своя жизнь, у другого человека есть свои меняющиеся приоритеты, меняющиеся задачи, которые он в процессе своей жизни выполняет. И, соответственно, для человека может все измениться. Но вы, если оказываетесь от него зависимым, вы расцениваете это как предательство. То есть вы к себе невнимательны получаете. Это нужно решать, да? Это нужно решать. И вот как раз на то, чтобы это решать, да, в целом как-то и направлено может быть психотерапия. То есть, да, проблематика существует. Да, возможность предательства, в кавычках, с вашей стороны, со стороны других людей есть. Да, никто не говорит, что вы, допуская, что вас могут предать неправы. Никто не говорит действительно так. Может такое быть. Может быть такое, что вы общаетесь со своим другом десять лет. Потом этот друг выходит, эээ, женится. Или вы общаетесь с подругой десять лет, она выходит замуж. Или ваш друг женится. Да? И вы перестаете общаться. Такое может быть. Вопрос не в том, что этого не произойдет. Вопрос в том, чтобы на это реагировать нормально. Вопрос в том, чтобы относиться к этому максимально адекватно. Чтобы смотреть, какие у меня чувства. Чтобы смотреть, а как я к этому отношусь. Не в концепции того, что вот человек не оправдал мои ожидания и все, и... Больше как бы с этим человеком мнений. Именно в контексте того, что я чувствую. Ну, да, мне может быть больно, да, мне может быть неприятно. Да, это все верно. И вам было больно и неприятно. В прошлом. Ну так... Это не означает, что... Люди не могут ошибаться. Это не означает, что вы не можете ошибаться. Понимаете, да? Поэтому тут вот с этими вещами нужно работать. Вот такой, в принципе, ответ я бы сказал. Я бы вам дал. Когда вы прислушиваетесь к себе в отношениях с человеком, вы больше получаете для себя возможность направлять на него ту часть своей энергии, в которую вам комфортно. Тем самым вы раскрываетесь перед человеком максимально. и вызываете у человека чувства. Те самые чувства, которые можно охарактеризовать как привязанность. То есть ценность. Нормальную естественную ценность для него. Когда вы беспокоитесь о предательстве и когда вы нацелены на другого человека, для него вы ценным не становитесь. Вот. Если становитесь, то материальное исключительно основывается на полезности. Просто на полезность. Вот полезность. Понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.